5 января прошлого года на меня был подан иск о том, что мой земельный участок якобы накладывается на Лихачевский земельный участок. Для меня это было очень большое удивление, потому что у меня есть все необходимые документы на этот земельный участок, и он у меня находится уже с 2005 года, и как-то я на это особо внимания не обратил. 9 января прошлого года второе заявление было написано на меня, и уже крестьянское хозяйство Лихачева, это супруга Александра Лихачева, подает в суд на меня то, что вот с правой стороны от меня земельный участок, ранее им пользовался крестьянское хозяйство Желебовский, вот после того, как закончилась его деятельность, эта земля перешла в спецфонд района и позже выдали ее мне. И суть искового заявления была такова, что якобы этот земельный участок, 41 гектар, накладывается на его земельный участок, на ее земельный участок, на Лихачеву Евгению Викторовну, который составляет 282 гектара. Для меня это было большим удивлением, когда подали в суд и сказали, что этот земельный участок не мой. И судебные заседания продолжаются, и в конце концов мне пришлось сделать запросы, вот почему так вышло. Стали делать запросы на управительство для граждан. Нам был выдан документ о том, что на земельный участок Лихачевой, площадью 282 гектара, который находится справа от меня, нет ни координат и нет кадастрового дела. Получается так, что суд под председательством Довлетовой проигнорировали все мои доводы и вообще не приняли во внимание документы о том, что у них нет ни кадастрового дела, ни первичных документов никаких нет. Соответственно, я проиграл этот суд. Я стал проверять все необходимые документы, подтверждающие, что этот земельный участок является действительно в аренде у Лихачевой Евгении Викторовны в крестьянском хозяйстве Лихачевы. И насколько было мое удивление, что когда я достал советскую карту, здесь было три поля, я сложил все эти цифры и получилось 1110 гектар. И когда стал отнимать те земельные участки, в аренде которых находятся они, то здесь, на этом земельном участке должно остаться 222 гектара пашни. Стали смотреть, они совершенно не совпадают. То есть, получается, в государственном акте написано количество гектар земли 282, а в постановлении написано 645, без всякой расшифровки. Мы, соответственно, опять же в суде задаем вопрос, почему так получилось. Они нам дают Полежаев, инженер, землюстроитель нашего района, который выдал эти документы от Лихачева, говорит о том, что этот земельный участок истинный, то, что есть на него все необходимые документы. И уже в суде первой инстанции появляется кадастровое дело по участку 282 гектара. Когда я попросил суд приостановить и ознакомиться с этими кадастровыми делами, я обнаружил, что кадастровое дело – это только титулный лист кадастрового дела. Внутри начинки никакой нет. Я говорю судье, что это просто набор бумаг. Судья не принимает этого внимания и, соответственно, я проигрываю суд. И между судами первой инстанции и второй инстанции нами было выяснено, что по данному постановлению Кирксианскому хозяйству Лихачевой выдали 645 гектар. Но в этом постановлении следует понимать, что эта земля выдана единым массивом. Хотя Полежаев нам дает три земельных акта. То есть 275 гектар, 282 гектара. И, соответственно, мы задаем вопрос, где же остальные 88 гектар, которые ты выдал? Мы, собственно, ручно, как физические пользователи, заглянули в базу АИС-ГЗК, которая доступна всем, и обнаружили, что этот земельный участок находится на границе с Российской Федерацией и в Чировском сельском округе. Здесь, получается, идет подтасовка документов, подделка документов. Сделал запрос в Акимат Чеботаревского сельского округа. Вот этот 41 гектар, спорный 41 гектар, мне Чеботаревский сельский округ дает документ о том, что я пользуюсь этой землей, что это законная земля моя. После этого мы посчитали, что мало документов. Подали заявление в районный отдел земельных отношений. В районном отделе земельных отношений то же самое подтвердили документально на бумаге. И мы все эти бумаги, ходатайство отправили в суд и подтвердили, что этот земельный участок находится под крестьянским хозяйством Горбачева. Лихачев подал уже в суд высшей инстанции, в Верховный суд. Верховный суд вернул на дополнительное рассмотрение в апелляционный суд сюда. И уже в этом апелляционном суде появились документы. Появились документы, опять же, сделаны Полежаевым. И он дает нам систему координат. Якобы в базе АИЗ ГЗК в 2020 году существуют такие данные со всеми координатами по земельному участку 282 гектара. Это дает нам основание полагать, что Полежаев собственноручно, имея возможность, имея ключ от базы ГЗК, внес туда эти данные уже задним числом. Делаем запрос на всякий случай и в районный архив, где документы должны храниться 70 лет. И на имя Акима нашего района даем документы, даем запросы и получаем через 10 дней от них ответ, что документов, этих первичных документов нет, что земельный устроительный проект не разрабатывался. В данном случае, в моем положении, у меня есть полностью регистрация, есть все документы, все подтверждающие документы. И я думаю, почему до сих пор не возбудили уголовное дело на этих людей, которые занимаются самоправством и раздают государственную землю.